В краевом центре задержан 25-летний уроженец Ванина, который на протяжении года совершал в Хабаровске кражи в салонах сотовой связи и офисах компаний. Молодой человек в паре с подельником существенно способствовал наполнению сводки УВД сообщениями об имущественных преступлениях. Специализировали сообщники на ненасильственных похищениях. Выбирали павильоны, которые располагались на людных остановках общественного транспорта или вблизи крупных торговых центров. За это помещение просили сотрудников показать якобы понравившуюся им модель. Интересовали злоумышленников исключительно дорогостоящие образцы. После они выжидали момент, пока продавец отвлечется на других клиентов и спешно покидали салон. В коммерческие фирмы входили свободно, под видом клиентов. Высматривали пустые кабинеты и забирали оттуда все, что попадало под руку – кошельки, мобильные телефоны и дамские сумочки. Сейчас известно как минимум о четырех криминальных эпизодах. Установлено, например, что жертвой стал продавец салона сотовой связи на улице Суворова. Из него исчез мобильный телефон стоимостью чуть более 30 тысяч рублей. Найти гаджет и вернуть его в торговую сеть удалось после обыска, который прошел в квартире одного из подозреваемых. Молодой человек, ни разу не привлекавшийся к уголовной ответственности, приехал в Хабаровск на заработки около года назад. Понимали, что совершаете преступление, когда телефон добрал? Когда брал, не понимал. Не осознавал этого. Сейчас я забною, раскаиваюсь. Бес попутал. Работал молодой человек на стройплощадке. Воровство приносило побочный, но регулярный доход. Оперативники считают, что незаконный приработок напарники имели не только днем, но и ночью. Их подозревают в нападениях на прохожих. Если вы стали жертвой этого человека, обратитесь по указанному на экране телефону. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.